Друзья, добрый день! Меня зовут Андрей Коалёна, я являюсь автором книги «Чаровное сыроедение» и сегодня мы поговорим о воде. Опыт многих консультаций показывает, что люди не видят разницы между жидкой едой и водой. Вот давайте разбираться в этом вопросе. Так ли это? То есть есть ли разница или ее совсем нет между водой, соками, смузи, какими-то компотиками сыроедческими? Так вот, друзья мои, официально заявляю, что организм, если он находит жидкости, витамины, микроэлементы, не важно что, какие-то пептиды, не важно, абсолютно не важно. То есть если что-нибудь находит в жидкой среде, он воспринимает ее за еду. Поэтому смузи, компотики сыроедческие, соки, что угодно, это все еда. И только воду чистую организм воспринимает за воду. Поэтому, если организм вдруг попадает на еду, то есть он видит жидкую среду, в которой есть что-то, он начинает ее переваривать. То есть в организме запускаются определенные процессы переваривания, выделения желудочного сока, выделения желчи и очень много еще всего, что сопутствует перевариванию. Вот, организм включается в эту работу всецело. Что же происходит, когда у нас водичка попадает? Он ее воспринимает спокойно, всасывая, питая свои жидкие среды уже в организме, то есть кровь, органы наполняются водичкой. И у нас зачастую не хватает именно воды. Вот когда человек хочет кушать, вы прислушайтесь вообще к себе. Закройте глазки, представьте вот то, что бы вы хотели съесть. И если определенные картинки не возникают, то есть это не запрос какой-то конкретной еды, значит вы просто хотите пить. И зачастую наш организм, он просто не знает, как попросить, потому что нет рефлекса питья. То есть мы его с детства вытравляем. Воду нужно пить. Воду нужно пить обязательно, потому что мы есть жидкий кристалл. Если мы не пьем водичку, мы иссыхаем. Первый признак иссыхания – это отеки, как ни странно. Вот я часто встречаю у людей, вот с возрастом возникают вот эти отечные явления. Мешки под глазами, какие-то вот опухшие, мимические вот эти все вещи, да, то есть все лицо припухшее. Почему это так? Почему это происходит? Дело в том, что наш мозг, он как бы, он не прикреплен, да, особо там к чему-то. Он в жидкости находится, и это защитный механизм у нас в организме. То есть при любой травме, да, у нас в первую очередь происходит стабилизация мозга после травмы, да, именно в голове за счет того, что он активно может в жидкости находить свое положение. Если же мы не пьем воду, а мы ее зачастую не пьем, у нас происходит иссыхание в организме, но мозг не может без воды, да, он должен находиться в жидкости. Соответственно, получается, что организм задерживает эту жидкость, чтобы человек просто, ну, мог нормально функционировать, чтобы его нервная система и все нервные импульсы, которые у нас идут к конечностям и к органам, да, от мозга, они вообще выполнялись, то есть это все было проходимо. Если же мы не пьем воду, и у нас задерживается в организме вот эта вода, да, которая у нас не меняется, то есть состав водный в голове, он не меняется, происходят застойные явления. Отсюда и головные боли, отсюда и отечность, и вот эти синяки под глазами, и мешки под глазами, и вообще слабая стрессоустойчивость, потому что застойные явления в жидкости и вообще в мозгу, да, потому что там тоже очень много жидкости, влияют на наше настроение, влияют на наше поведение. Поэтому, если вы не пьете воду, в первую очередь, организм ее запасает. И запасает ее до тех пор, пока просто организм не становится болотом, поэтому водичку пить надо. Организм может взять жидкость из фруктов, но это немножко не то, да, то есть чистая вода, она очень быстро поступает в организм. А вот чтобы из фруктов выжать из еды воду, которую мы считаем, что мы вроде как напоили соком организм, организму нужно потрудиться, переработать, пропустить через разные системы в организме. И это достаточно трудоемкий процесс. И он дольше, чем если мы просто водичкой напоим организм. Поэтому пить обязательно нужно. Теперь, как мы должны пить воду и какую воду? Вот если вы возьмете и сразу, например, там полтора литра или литр выпили, и все, и как бочонок ходите. Это достаточно серьезный удар по нашим почкам. То есть наши почки будут испытывать сильнейшие перегрузки. Соответственно, получается, что в данном варианте питье будет наносить только вред. Стоит, если вы пьете маленькими глоточками в течение дня. Вы будете убирать и закисление, и токсины, и шлаки из организма. Хотя они все должны вымываться дополнительно маслом. Об этом я рассказывала в своем видео про омега-3. В силу того, что у нас все эти глобулы, которые у нас скопились в межклеточном, внутриклеточном пространстве, и облепили весь кишечник, они имеют жировую основу. Жир не смывается водой. Это физически понятно, почему. Жир смывается жиром. И как раз омега-3 позволяет это все раздробить и вывести из нашего организма. Но те токсины, которые уже попали на выведение, то есть они собираются выводиться, их нужно все-таки выводить водичкой дополнительно. Поэтому, конечно же, воду пить нужно. Маленькими глоточками в течение дня, чтобы температура воды была нормальная, сродни нашему телу. Потому что если она перегрета, если она холодная, это все нужно остужать, либо нагревать, и тратить энергию организма. Поэтому водичку мы подбираем температуры примерно сродни нашей температуры тела. Плюс она должна быть электроотрицательной. Вот давайте разбираться, что же такое содержится именно в электроотрицательной воде, и чем она хороша. Дело в том, что все патологические процессы у нас в организме сопровождаются именно положительно заряженной водичкой. То есть опухоль, если мы ее рассмотрим, да, любого характера, доброкачественная, злокачественная, между ними очень тонкая грань, и поэтому здесь нужно просто смотреть в корень и понимать, что опухоль в себе содержит именно положительно заряженную воду. И если мы берем воду из-под крана, и она ничем абсолютно не заряжена, мы, соответственно, получаем процесс, который ведет нас именно к опухолям. То есть вот та вода, которая идет из-под крана, если она не прошла никакую обработку, об обработке я все скажу, она нас постепенно снизводит вот просто до раковых состояний. Здоровая клетка, она содержит в себе воду именно электроотрицательную. Поэтому, чтобы организм поднимать на нужные высоты, да, именно правильные, нужно пить электроотрицательную воду. Как ее сделать? Во-первых, существует куча аппаратов для производства электроотрицательной воды. Во-вторых, никто не отменял благословление, да, то есть вы можете благословить воду, благословлять пищу. И вы будете видеть, как меняется ее и качество, и электроотрицательность появится, и заряженность воды в плане энергетики станет правильной. Поэтому, конечно же, я рекомендую пить именно электроотрицательную воду. Если вы находитесь в ситуации, когда у вас нет электроотрицательной воды, и вы вот либо в гостях, либо в какой-то ситуации, когда вот, ну, пить хочется, а нет возможности попить достойной, хорошей воды. Что мы делаем в этой ситуации? Мы берем водичку в ротик и начинаем ее гонять по рту. Зачем это нужно? Мы ее заряжаем собственными частотами, то есть мы ее делаем сродненной нашему организму. Вот вы ее минутку погоняли, глоточек, да, и глотнули. И следующий глоточек, в принципе, в течение 10 минут, даже 7-8, да, то есть вы выпьете 250-граммовый стакан воды, и вы почувствуете, что вы напились. Почему иногда вот человек выпивает воду, и ему все равно хочется пить? Потому что пустая вода, она ничего в себе не содержит. Мало того, что она положительно заряженная, то есть она, ну, пустая для нашего организма, она нашим клеткам только навредит, так еще и энергетически она содержит, ну, в себе очень такие рваные структуры. Был ученый Масура Эмота, который словами менял структуру воды, да, то есть он проверял, как влияет слово на водичку. И в итоге получалось, что действительно сказанное положительное слово, да, ну, с радостью, с каким-то эмоциональным правильным посылом, оно меняет структуру воды, оно меняет именно заряженность воды. Поэтому, конечно же, стоит обращать на это внимание. Вот. Следующее. Вот если мы не знаем, как наши органы питаются, если мы не понимаем, как водой наполняется наш организм, мы портим свою жизнь, мы портим именно ее качество. Поэтому, дорогие мои, начинайте пить водичку, начинайте качественно поить свой организм. Если вы будете это делать правильно, вы будете понимать, что все в вашей жизни в плане питания складывается отлично. Поэтому, конечно же, я рекомендую следить за тем, что вы пьете, когда вы пьете, в каком режиме вы пьете. И ваша жизнь выровняется, потому что мы жидкий кристалл, и нам очень важно, какая водичка поступает к нам. И особенно это важно, когда мы на сыроедении. Все, дорогие мои, хорошего вам времени суток, успехов, и, конечно, крепкого здравия.